Ура, ожил, славно. Ждем нашего гостя. О, наш гость к нам присоединяется. К нам в эфир выходит Саркиз Драбинян, ведущий юрист общественной организации Роскомсвобода. И с ним мы более подробно поговорим про то, что такое ВПН и можно ли его в России заблокировать. Саркиз, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Пора паниковать по поводу ВПН в России. Ну, паниковать всегда плохо. Паниковать... Я думала, вы скажете, всегда пора. Да. Что произошло, расскажите. Ой, не слышно, не слышно, не слышно. Да, у нас куда-то... Вперед обижает Роскомнадзор и то законодательство, которое пытается догнать стремительно убегающие технологии. А можно еще раз, потому что начало фразы куда-то пропало? Нет. Нет. Нет, все было хорошо, но еще раз ту фразу. Да, вот про Роскомнадзор, который стремительно пытается догнать, а мы его обижаем. Вот начало фразы можно? Да, я говорил про то, что, конечно, вся надежда есть на математику, которая опережает и Роскомнадзор, и отстающий закон, который пытается эти технологии догнать. Поэтому, естественно, паниковать не надо, и всегда есть программные решения, которые позволяют обходить любые блокировки. У нас сейчас многие слушатели в чате спрашивали, что же такое VPN. Мы обещали, что вы расскажете коротко, понятно, человеческим языком, что это такое. VPN – это виртуальная частная сеть в переводе с английского языка. То есть это, по идее, создание безопасного шифрованного канала, который соединяет ваш компьютер или ваше устройство с каким-то сервером. И VPN изначально создавался не для того, чтобы обходить блокировки, а для того, чтобы секьюрно, безопасно передавать конфиденциальную и чувствительную информацию, будь то коммерческую или частную. Но так уж сложилось, что VPN работает таким образом, что для того, чтобы этот канал построить, он часто использует сервера за пределами Российской Федерации. Поэтому, когда вы включаете VPN, по сути, у вас создается туннель до какой-нибудь Эстонии или Финляндии, и оттуда с этого сервера происходит выход в открытую сеть интернета. И поэтому те блокировки, которые работают в России, они перестают работать, потому что вы фактически находитесь на территории цифровой Финляндии или Эстонии. Вот так работает VPN, и, конечно, он получил бешеную популярность в последнее время в связи с тем, что доступ ко многим сайтам перестал открываться. Хорошо. А после того, мы... Да, прости, давай ты. Перекрыть этот туннель вот намертво прям такой железной дамбой можно? Нет, это невозможно. Многие уже пытались, пытались в Иране, пытались в Китае. Россия не первая страна, которая постаралась построить свой собственный чебурнет. И здесь, конечно же, многие VPN-сервисы, которые уже прошли испытания в странах с авторитарным режимом, конечно, к этому готовы. VPN использует много разных протоколов, и сейчас вот то, что мы видим в новостях, говорит о том, что Роскомнадзор научился читать по сигнатуре, то есть у каждого трафика есть определенный паттерн. И вот Роскомнадзор научился читать эти паттерны и блокировать определенные протоколы. Но это не значит, что VPN полностью перестает работать. Есть современные протоколы, такие как WireGuard, ShadowSox. Это протоколы, которые на самом деле позволяют обманывать коробочки Роскомнадзора, то есть они мимикрируют, они камуфлируются под другой трафик, и его очень сложно вычленить для того, чтобы заблокировать. Поэтому, конечно, большинство современных VPN-приложений, они позволяют поменять протокол, и если он у вас не работает, первый и главный совет – это попробуйте поменять протокол, по которому работают ваши VPN-сервисы. В Англии часто говорят, ой, наверное, все, кто скачал VPN в России, это все люди, которые против войны хотят получать доступ к, не знаю, BBC, Медузе и прочего-прочего-прочего. Есть ли у вас данные о том, сколько в реальности людей пользуются VPN в России сейчас? И второй вопрос – это зачем они его используют? Слушайте, но не все используют VPN для того, чтобы обходить российскую онлайн-цензуру. Конечно, вот любая громкая блокировка, будь то там Инстаграма или какой-нибудь Медузы, она вызывает такой значительный скачкообразный спрос на VPN. Но многие используют там для того, чтобы заходить в заблокированный литкетин, который там абсолютно неполитический, или качать фильмы заблокированного рутрекера. Естественно, очень много людей используют его для защиты, для конфиденциальности, собственной приватности, чтобы никто не смог перехватить их данные, знать, куда они ходили, зачем ходили. И, конечно, главный спрос на VPN порождает блокировки то, что делает Роскомнадзор. Это, наверное, первая причина, почему люди качают самые разные решения, потому что они не хотят прощаться с теми сайтами и сервисами, которые попадают в черный список Роскомнадзора. И по нашим наблюдениям, за только первый месяц, с 24 февраля, VPN скачало более 5 миллионов человек. В апреле где-то еще, мне кажется, около 5 миллионов человек. То есть примерно 10 миллионов человек, а это достаточно внушительное количество аудитории, около 10% активного интернет-населения, скачали VPN для того, чтобы получать доступ к разного рода ресурсам. Саркис, вот то, на что я натыкаюсь в последнее время в социальных сетях, это обсуждение, какой VPN безопасный, а какой нет. Я правильно понимаю, что некоторые VPN, ну, скажем так, подозреваются в передаче определенных данных людям, которым эти данные не следует получать? Все правильно, и, конечно, надо понимать, что и сыр бывает иногда бесплатный, да, но не в мышеловке, и, соответственно, и не каждый VPN одинаково полезен. Те VPN, которые условно бесплатные, они зарабатывают на том, что продают ваши данные, данные вашего интернет-серфинга третьим лицам, которые начинают там вам продавать рекламу или пропихивать какие-то ненужные вам товары и услуги. Это хорошо, если только им, а могут продавать и разным правительствам, и мошенникам, и разного рода жуликам. Поэтому, конечно, прежде всего не стоит использовать большинство бесплатных VPN-решений. Роскома Свобода имеет свой рекомендательный сервис vpn-love.me. Там собраны те VPN-сервисы, которым мы доверяем, которым мы проверяли, которые мы знаем, что не продают ваши данные третьим лицам. И, конечно, надо быть очень аккуратным, потому что, естественно, наши данные – это наше все, и это ключ к нашей цифровой жизни. Подождите, а как это можно проверить, что VPN-сервис не продает данные третьим лицам? Ну, как правило, мы это проверили, потому что простой пользователь таких инструментов не имеет. Мы все-таки проверяем рекомендации, время жизни компании, какие протоколы они используют, что они говорят в своей публичной политике, и как на деле они действуют, и, естественно, доверять стоит только тем, у кого есть хорошая репутация. Так, и с вами вопрос не про VPN, про мессенджеры, но все чаще в переписке с коллегами, с друзьями, которые сейчас находятся в России, я вижу, что люди говорят, ну, вот это мы не будем обсуждать в Телеграме, пойдем куда-нибудь еще. В Телеграме мы это обсуждать не будем, не будем, не будем. И когда Телеграм появился, то казалось, что это самое надежное место, а потом появилось какое-то новое место, потом какое-то новое. Это мода? Это каждый период времени какой-то сервис считается модным и надежным? Или действительно у вас есть основания полагать, что Телеграм не является супернадежным для сохранения тайной переписки? Слушайте, ну, вопрос хороший. Я все-таки сам активный пользователь Телеграма. Он очень юзабелен, приятен, нам приятно читать канал и переписываться. Это все в одном месте. Но, конечно, с точки зрения кода Телеграм является самым надежным мессенджером в мире. У него есть так называемые секрет-чаты, которые позволяют создавать вот те самые ключи для сквозного шифрования, когда, соответственно, вы можете быть точно уверены, что ни на каких серверах ваша переписка не сохраняется. Однако в обычных чатах этой функции, к сожалению, нет. И здесь нам стоит только доверять Павлу Дурову и его команде. Сейчас думать, что они предали пользователей Телеграма, конечно, не приходится. Учитывая, что Телеграм только начал свою монетизацию, компрометировать сервис тем, что он будет передавать данные правительствам или третьим лицам, конечно, Дуров не станет. Анонимности в Телеграме нет, но, тем не менее, Дуров стоит на защите приватности, конфиденциальности переписки. Но для абсолютных гиков, конечно, есть более проверенные решения, например, мессенджера Domant или мессенджер Signal, которые там имеют возможность точно более безопасного общения и сквозного шифрования во всех чатах. Они технически более безопасны или они безопасны с точки зрения того, что не были замечены в сотрудничестве с какими-то спецслужбами? Ну, смотрите, Signal, он имеет сквозное шифрование во всех чатах. И, конечно, он не работает ни с одной спецслужбой. Приватность – это их ключевая задача. А Domant является вообще анонимным мессенджером. К примеру, он не требует даже вашего телефона и имейла для того, чтобы начать им пользоваться. И, конечно, спрос на анонимные мессенджеры, он тоже увеличивается. Хоть, конечно, они не так удобны, потому что, начиная пользоваться этим мессенджером, вы не видите там адресной книги контактов, которая синхронизируется как раз через мобильный номер телефона. Но, тем не менее, решения есть, и таких решений на рынке, слава богу, множество. Спасибо. Точно не стоит пользоваться. Вот один маленький вопрос. Вот что точно не секьюрно? Точно не стоит пользоваться сервисами, которые внесены в реестр организаторов распространения информации. Сделать, понять, кто туда внесен, крайне сложно. У нас, например, есть Censor Tracker, такой плагин для браузера. Если вы идете на сайт организатора распространения информации, он вас предупреждает. Это большинство российских сервисов, ВКонтакте, Одноклассники, ICQ и остальные, которые обязаны хранить в силу закона, так называемого закона. Не потому что они такие плохие, а просто потому что по закону. Они обязаны, да. По закону, да. Так как они российские, они находятся на территории России, они обязаны хранить всю переписку, все метаданные, и предоставлять их по первому требованию спецслужб. Поэтому доверять особо чувствительные конфиденциальные данные я бы, конечно, не стал бы. Спасибо. Спасибо огромное. Это был Саркис Драбинян, ведущий юрист общественной организации Роскомсвобода. Перед тем, как мы закончим, я еще итоги голосов...